Приветствую вас всех! Я бы хотел, чтобы мы все свои Библии взяли, открыли от 1 Коринфянам, 6 глава, и посмотрели 19-20 стих. Не знайте ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, который – суть Божия. Апостол Павел это написал к церкви Коринфянам, и его желание было увидеть церковь едино живущего среди развращенного мира. Я бы хотел три вещи посмотреть в этих два стиха. Первое, в 19 стихе написано «Тела». Не знайте ли, что тела ваши? В начале Библии, если мы посмотрим, из Бытия, 2 глава, 7 стих. Там так написано в начале Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек дышею живою». В начале Библии мы видим, что Бог создал человека, и вдыхнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек дышею живою. Это мы в чем люди живем. В теле нашем есть мозг, сердце, легкие глаза, руки, и многое чего создано. Я в анатомии, в человеческом, правда сказать, плохо разбираюсь. Но я знаю, если что-то поврежу на теле, и сразу заметно, как часто я пользую это. И если мы дальше по 19 стихе посмотрим, там так дальше написано. «Не знайте ли, что тела ваши – суть храм живого вас, Святого Духа, живущего». Тела ваши – суть храм. Храм – это святое место. По-гречески перевод – это «ограждена», по-американски, если так сказать, «enclosure», «holy place», «святилище». И это в теле нашем храме. Это апостол Павел написал в церкви Коринфянам. И второе я бы хотел посмотреть в 20 стихе – это «куплены дорогою ценою». «Ибо вы куплены дорогою ценою». Сам слово «спользовали куплены» – это «приобрести» или «иметь». Если мы в 19 стихе посмотрим, там так написано в конце. «Которого имейте вы от Бога, и вы не свои». Это с вопросом «и вы не свои». И 20 стих на это отвечает. «Ибо вы куплены дорогою ценою». У меня на «исклан» в моей Библии написано «исклон» – «дрогоценою». Это кто написал в Библию, добавили это слово. Но это говорит, что дорогая цена была уплочена. Мы в магазин, когда пойдем, мы что-то покупаем, и это нам принадлежит. Эта вещь куплена для кого-то или для чего-то. Это мы приобретаем для себя вещь. Если мы дальше посмотрим, какая была цена уплочена. Там написано «дорогая цена была уплочена». Для нас это что дорогое. Это можно и дом, или машину. Для нас это цена дороже или для чего-то дорогая. Апостол Павел объясняет, для чего, какая цена была уплочена. Если мы наши Библии откроем и посмотрим от Иоанна, 2 глава, 13 по 22 стиху. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и сделал бич с веревок, выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал подающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте, дома торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по дому твоему не дает меня». На это иудеи сказали ему в ответ, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрущите храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме теле своем. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, и слову, которое сказал Иисус». Если мы 21 стих посмотрим, там так написано, «Он говорил о храме теле своем». Иисус говорил о теле храме своем. Вот это была дорогая цена уплочена, и вот это спасение нам дает Богу. И Павел говорит в 20 стихе, «Что нам дальше делать?» Там дальше так написано, «Прославляйте Бога». В 20 стихе. «Ибо вы куплены драгоценную ценою, дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Как мы можем прославлять Бога? В молитве, пении, служении в молитвенном доме, где мы всегда находимся, на работе, дома. У меня есть такой пример с жизни. И с женой мы поехали в магазин, там у нас не так уж большой город, закупились, тачанку привез к машине, разгрузили, и мужчина к нам обращается, «Можно вашу тачанку я отвезу?» Я говорю, «Ну, пожалуйста, отвезите, спасибо большое». Для меня удивительно было, для меня это первый раз, кто-то так обращался. И потом он сказал, «Можно еще что-то такое сделать? Можно еще обращусь к тебе?» Я говорю, «Конечно». Он говорит, «Можно я за вас помолюсь?» И для меня это трогательно было, я же удивился. И для меня как-то странно было, мы там посередине парковки стоим, и он говорит, «Можно за тебя помолюсь?» И за жену. Я говорю, «Конечно помолимся, давай я за тебя тоже помолюсь?» Он говорит, «Да, мы здесь в церковь ходим, здесь поблизости, которая находится». И я ему тоже сказал, «Мы в церковь ходим». И он так к мне обращался, как будто я его знал, или он меня долго уже знал. И для меня как-то это близко, как-то обращение было. Для меня даже этот человек, который его не знал, он к мне обратился, и мы вместе помолились посередине парковки, в магазине. И для меня это трогательно было. И для меня это как было показано, вот этот пример служения. Хоть как можем служение, или славить Бога, хоть как можем в молитвах. Заключение я хотел бы посмотреть, что апостол Павел в 19 и 20 стихе написал в церкви Коринфянам, чтобы его желание было видеть церковь едино среди развращенного мира. Разве мы не в развращенном мире живем, если мы посмотрим, в каком мы сейчас в мире живем? Этот текст Писания также и нам говорит, не только Коринфянской церкви, но это было написано также для нас, и мы можем это для себя принять. Прославим Господа в наших молитвах. Аминь. 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 Продолжение следует...